Привет, друзья! Это очередное видео, в котором я рассказываю об очередных приобретениях для своей коллекции. Кроссовочной коллекции. Ну и как бы небольшой анонс, о каких моделях будут мои следующие выпуски. Правда, как показывает практика, между подобным анонсом и когда я выпущу ролик о конкретной модели, о которой я рассказываю, в этом видосе может пройти очень много времени. К сожалению, так получается. Но, наверное, самое большое и желанное приобретение за последнее время связано не с кроссовками, а с тем, что я, наконец-таки, обновил свой старенький MacBook Pro 2013 года на более свежую модель. Так что теперь видосики будут рендериться еще быстрее и еще комфортнее. Но так как канал у меня не об IT-технологиях, то приступим к более привычному для вас обзору кроссовок. Так, и первая модель у нас сегодня – это кроссовки, которые я очень долго пытался приобрести и которые прям очень мега долго ехали ко мне. В итоге не доехали, но приехали другие. И это все длилось, наверное, в течение лета даже больше. Сейчас я все вам подробно расскажу. Как вы знаете, помимо кроссовок Jordan Brand, а точнее номерных жориков, я собираю еще кроссовки от компании Link китайской и конкретно серия Way of Weight, посвященная Дуэн Вейду. Если вы смотрели мои прошлые видео, то знаете, что у меня есть уже первые, вторые, третьи вейды, а также пятые и седьмые. И вот, наконец, я в руках держу коробку, в которой находятся четвертые вейды. Это она вот такая вот красивенькая, с коллографической наклейкой. Здесь такой вот крест, хотя непонятно к чему он, потому что кроссовки четвертые в серии. Здесь дырочки, наклейка с названием модели, размеров и прочего. На борту надпись Ди Вейд, здесь Ленинг. Ну, давайте уже скорее я открою коробку и покажу вам непосредственно кроссовки. И, как обычно, традиционно для компании, в комплекте идет мешок, в котором находятся кроссовки. На этот раз всего лишь одна наклейка, никаких носков или ништячков. Открываем мешочек, открываем. И здесь у нас четвертые вейды. Вот в такой вот фиолетовой расцветочке. Причем это не совсем обычная расцветка, а это коллаборация с брендом Life. И я уверен на 100%, даже на 146%, что вы такие сейчас. Что с коллаборацией с кем? Я когда увидел, точно так же подумал. И, конечно же, загуглил. Life это небольшой бренд одежды, который находится в Майами. Так что эта коллаборация, считаю, что она была, что ее нет. Никто о ней не знает. И что за бренд достаточно локальный, тоже знают наверняка только майамцы. Но если вы слышали об этой компании, Life, вот так она пишется, то, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях. Но, как я уже говорил, эти кроссовки не конкретно эту расцветку, а просто четвертые вейды я очень долго пытался приобрести. Модель по меркам бренда уже достаточно старая, потому что Ленинг не перевыпускает пока что старые модели Вейда. Исключением стала первая номерная его модель, о которой вот видосик у меня есть. Ну и все. Другие модели не перевыпускались. Вроде как они иногда перевыпускаются на внутреннем китайском рынке. И я находил китайские магазины, в которых есть и четвертая модель, и шестая, которой у меня тоже нету. Но ценники в этом магазине прям совсем не гуманные. Я, честно говоря, не помню, сколько стоят четверки. Но вот конкретно шестерки там стоят от 30 тысяч рублей, если перевести на наши деньги. И это я смотрел еще, когда курс не улетел в небеса, как сейчас. Доллар был где-то по 65 рублей в этом районе. И с одной стороны хочется шестые Вейды, а с другой стороны отдавать за них 30-35 тысяч. Ну, мне кажется, это крайне нелогично, да и очень дорого для меня. И вот, когда в очередной раз на меня накрыло настроение поискать что-либо, я нашел малазийский магазин, который является официальным представителем компании Ленинг. Не спрашивайте меня, как я его нашел. Хотя ладно, расскажу. Я тупо вбил Ленинг Вейд 4 в гугле и листал, и открывал почти все ссылки, которые он мне показывал. И на какой-то там 10-11 странице в выдаче поиска была ссылка на этот магазин. Пока я разобрался, что там к чему, потом выяснилось, что у них есть 4 вейды в моем размере. Да еще, в принципе, неплохой расцветки Team No Sleep. И по очень шикарной цене, если малазийские деньги перевести в рубли, то получалось порядка 5-6 тысяч рублей. Плюс где-то 1000-1300 на доставку, но в принципе, достаточно приятный ценник. И было это в начале мая. Я положил кроссовки в корзину, заказал их, оплатил, жду. Через какое-то время, причем не на следующий день, а дня через 2-3, приходит письмо и просят уточнить адрес. Потому что, мол, они не находят такой улицы и города в Малайзии. На что я им отвечаю, что это адрес не малазийский, это адрес российский. И я выбрал международную доставку и оплатил ее в том числе. Пожалуйста, вышлите эти кроссовки на указанный адрес. На что мне тоже где-то дня через 2-3 ответили, что окей, нет проблем, они вышлют курьерской доставкой. Еще дня через 4 мне предоставили трек-номер. Я его отслеживал. Какое-то время кроссовки катались по Малайзии, приехали в столицу Малайзии. И потом вернулись обратно в город, из которого были высланы. Тут же через пару дней мне приходит письмо, что, к сожалению, доставка до России сейчас выбранной курьерской службой не работает. И они, скорее всего, вернут мне деньги. Я сказал, что деньги возвращать не нужно. А, пожалуйста, найдите другую доставку, другого курьера или почтовую службу, которая сможет осуществить этот заказ. Они сказали без проблем. Выбрали, кажется, компанию TNT. Отослали кроссовки в очередной раз. И они поехали. В этот раз они также достигли столицы Малайзии. Потом они пересекли границу и, наконец, направились в Россию. Хоть доставка была и курьерская, но двигались кроссовки достаточно медленно. И вот они, наконец, в Москве на таможне. Я уже в предвкушении, что вот-вот они пройдут таможню. Ну и там максимум неделя-полторы и они будут у меня. И тут в статусе трек-номера я вижу, что таможня отказала впускать посылку и она будет отправлена обратно в Малайзию. Я понимаю, что писатели звонить в этот магазин смысла нет. Они оттуда ничего не сделают. Я напрямую звоню в представительство компании этой курьерской TNT. Объясняю им ситуацию, предоставляю трек-номер. Говорю, что вот ты, может, что-то неправильно там в адресе было указано или что-то еще. Давайте как-нибудь это исправим, чтобы кроссовки пропустили. Ну, не кроссовки, а саму посылку, в которой кроссовки. И они, наконец-таки, попали ко мне. На что мне в компании отвечают, что, к сожалению, из-за ковида и пандемии, компания сейчас не осуществляет доставку на адреса физических лиц и работает только с юрлицами. А так как посылка уже в процессе своего движения, то в этом процессе нельзя на лету поменять физический адрес на юридический. И в результате, как бы я не сокрушался и не пытался это исправить, кроссовки по-любому поедут обратно в Малайзию. Так мне сказал представитель компании. Потом они еще очень долго ехали обратно в магазин, который их выслал. Ну, прям реально долго, наверное, недели три. Когда они, наконец, по трек-номеру доехали, я пишу им опять, что вот такая ситуация произошла. Нужно было высылать на юридический адрес. Вы, наверное, не знали, в компании вас не предупредили. Ладно, давайте отправим мне курьерской службой. Раз такие проблемы с курьерскими доставками из-за ковида и пандемии, по идее, обычная государственная почта, у вас почта Малайзия, у нас почта России доставляет международные посылки. И мне уже без разницы на сроки, когда они ко мне приедут. Но главное, чтобы они приехали. Давайте отправим просто обычной почтой Малайзии. На что мне ответили, что, к сожалению, нет. По ходу вариантов доставить эти кроссовки мне нету. Когда пандемия закончится, непонятно. И извините за то, что так получилось. И вот вам ваши деньги. И вот к середине этой затянутой истории я остался опять без четвертых вайдов. И тут в начале осени к нам в группу ВКонтакте, которую мы ведем с Димой с канала Кроссовки.нет. Кстати, ссылку я всегда оставляю в описании к каждому видосу. И крайне советую вам подписаться на нашу группу ВКонтакте. В основном это информационный паблик. Там мы выкладываем новости о грядущих релизах. Общаемся с подписчиками, с ребятами, которые подписаны на группу. Ну и так далее. Получился достаточно уютный такой между собой чек комьюнити сникер хедов. Так вот, к нам в комьюнити написал представитель компании USA Postline. Это компания Forwarder, которая осуществляет доставку посылок из США в Россию и в другие страны. Если вы смотрели предыдущие мои видосы о доставке посылок из США и покупках, то знайте, что я уже много лет пользуюсь услугами компании Polarnexpress. Представитель компании USA Postline предложил сотрудничество. То есть они делают существенную скидку на доставку, если посылка большая и тяжелая. Либо полностью оплачивают свои услуги. То есть предоставляют 100% посылку, если посылка небольшая. Но за это мы должны прорекламировать их в своих роликах. Дима с кроссовки.net достаточно давно ничего не заказывал со штатов. И он сказал, что пока ему ничего и не нужно. А вот меня это предложение заинтересовало. Как я уже много раз говорил, время от времени я просматриваю eBay и другие площадки на момент появления каких-либо интересных для себя моделей. Для моей коллекции, которых еще нет. И видно такое счастливое стечение обстоятельств, что через неделю, как написали ребята из USA Postline, я нахожу на eBay предположение о продаже вот этих вот четвертых вейдов. Причем ценник был очень приятный. На кроссовке не было фиксированной цены. Был аукцион, начальной ставкой которого были 75 долларов. Причем кроссовки не БУ, а в состоянии новых, ни разу не обутые, не одеванные. И просто, ну, они реально новые. Потому что состояние подошвы просто идеальное. Даже ни одной пылиночки на ней нет. Так вот, я решил поучаствовать в аукционе. И в итоге был единственным, кого заинтересовали эти кроссовки. И мне удалось их приобрести за 75 долларов. Что примерно соответствует той цене, за которую бы мне вышли четвертые вейды в расцветке Team No Sleep. Которые бы могли приехать из Малайзии, но не смогли таки доехать ко мне в течение трех месяцев. Далее я списался с представителем компании USA Postline. Обсудил, что от меня требуется. От меня требовалось зарегистрироваться и полностью пользоваться, как обычный пользователь, их услугами, их сайтом. Но когда кроссовки доедут на X-Club, то они оплатят их доставку до России. Для меня, как для постоянного клиента подобных компаний, в принципе все было понятно и ясно. Я зарегистрировался, попал в личный кабинет, добавил данные о себе, добавил скан паспорта. Это необходимое требование, которое предъявляет российская таможня. Если к посылке не будет приложено ваш скан паспорта и номер, то посылка со 100% вероятностью не будет пропущена таможней. Кстати, меня очень часто спрашивают о том, какими форвардерами я пользуюсь и так далее. И когда я отвечаю, что я клиент Полярного Экспресса, обычно мне говорят, что о них много негативных комментариев в сети. Но дело в том, что я не рекламирую полярников, просто я пользуюсь их услугами достаточно много времени. И каких-либо заметных или больших косяков с их стороны в мой адрес не было. Теперь вот у меня добавился опыт использования компании USA Postline. Если сравнивать этого форвардера с полярниками, то как айтишник могу сказать, что сайт USA Postline имеет более дружелюбный интерфейс и написан на более современном движке. Действительно, пользоваться им очень удобно и все достаточно интуитивно, просто и понятно. И мне понравился очень подробный раздел фак, в котором вы найдете ответы на большинство ваших вопросов. В процессе оформления посылки у меня возник какой-то вопрос и я поленился лезть в фак и написал службу поддержки. И вот тут проявилось, наверное, главное отличие полярников от USA Postline. Дело в том, что служба поддержки полярников может отвечать вам день, два, иногда и три. Ну как бы я смирился и для меня в принципе эти сроки не являются критичными. Очень редко я пытаюсь заказать какую-то посылку срочно, потому что я знаю, что пересылка через океан это непрогнозируемый процесс. И он может занять как неделю, так и месяц. И поэтому, когда происходят подобные накладки, день, два, три, я как бы в принципе к ним готов. Но меня очень приятно удивило, что служба поддержки USA Postline достаточно быстро и оперативно отвечает. Причем они очень подробно и дружелюбно ответили на мой достаточно, как потом оказалось глупый вопрос, который был также очень детально прописан в факе. Если же сравнивать цены на доставку, то они в принципе одинаковы. Но опять же, небольшая разница в пользу USA Postline. У той и у другой компании есть несколько типов доставки. Почтой России, EMS, МСДеком, в постамат и там достаточно их много в списке. Если сравнивать все тарифы обеих компаний, то они в принципе более-менее одинаковы, но на некоторые способы доставки у USA Postline меньше ценник. То есть меньше ценник за килограмм. И если вы будете доставлять достаточно большую и тяжелую посылку, то суммарная стоимость ее доставки вам выйдет дешевле. А еще у меня была возможность сравнить сроки доставки. Прям такие тет-а-тет. Потому что ранее мой друг попросил достать ему определенную достаточно старенькую модель. Это найковские Hyper Dunkey, по-моему, 2011 или 2012 годов, не помню. И я отправил их полярниками. И почти где-то в то же время отправил себе вот эти вейды с помощью USA Postline. И сроки доставки были в принципе плюс-минус одинаковые. Дело было в начале октября. У обоих посылок была задержка на таможне. И потом, как представители компании USA Postline написали мне, что таможня поменяла какие-то правила. Поэтому получилась задержка. В полярниках же традиционно мне ничего не написали. Просто задержка и задержка. Вы же ждете. Так что получилась вот такая вот долгая история с покупкой четвертых вейдов. И хорошо, что она закончилась благополучно. Так что если вас заинтересовал этот форвардер, то ссылку на него я оставлю внизу в описании под этим видео. Эта ссылка будет реферальная, как сказали представители компании. Если вы по ней зарегистрируетесь, то мне будет какой-то бонус. Но если все-таки компания вас заинтересовала, но вы не хотите, чтобы я получал какой-то бонус, то сотрите символы, которые будут идти после слэша, который будет после .com. Просто можете набрать в браузере usapostline.com и попадете на сайт этой компании. Я же пока отставлю четверки вот сюда и перейду ко второй модели, которая мне удалось недавно урвать. Это вот такая вот коробка. Достаточно помятая. С обеих сторон даже чуть-чуть надорванная. Спасибо Почте России за качество доставки. Как бы вот вам сравнение. Коробка, которая доставлена форвардером. И коробка, которая доставлена Почтой России. И вы знаете что? На этот раз коробка, наверное, наименее выразительная, чем все остальные коробки серии. И сейчас я говорю про серию Way of Weight. Здесь вот на крышечке две точки, которые символизируют восьмерку или бесконечность. Ну и как бы логично, что это восьмые вейды. В коробке помимо кроссовок традиционно мешочек, упаковочная бумага, носки. Самое интересное, что каждый раз, уже не первый раз, в коробку с вейдами кладут носки и ленинг. И каждый раз они какого-то очень маленького размера. Чтоб вы понимали, я заказываю кроссовки в 12-46 размере. А носки, которые кладут в коробку, где-то на 37-38 размер. Где логика китайцев? Я не знаю. И вот здесь у нас восьмые вейды. Это самая последняя модель в линейке Way of Weight от компании Ленинг. И это первые кроссовки, которые вейд не одевал на официальные игры NBA. Так как он завершил свою карьеру профессионального баскетболиста. И последняя модель, которую он одевал на игры NBA, это были седьмые вейды. Восьмые вейды выпускаются уже почти год. Но я тянулся их покупкой, потому что ценник они залупили просто космически. В Америке эти кроссовки стоят 225 долларов. При том, что Lebron стоит 200 долларов, а флагман компании Jordan Brand 34 Джордана стоит 175 долларов. Это первый фактор. Вторая же причина заключается в том, что компания Ленинг, как я уже просто тысячу раз говорил, имеет отвратный маркетинг вне Китая. Вообще, мною в мире найдено всего лишь несколько площадок и магазинов, на которых можно приобрести кроссовки этой компании. Недавно открыли они магазин на площадке Amazon.com. Иногда что-то проскакивает на eBay, но это опять же перекупы или люди купили и решили продать. Им не понравилось. Еще есть один магазин, который находится в Австралии. Но, как оказалось, у них есть международная пересылка, но нет доставки в России. И если там что-то покупать, то нужно сначала доставлять в США, а потом в Россию. И получается двойная стоимость доставки. Вот недавно найденный мной малазийский магазин, у которого пока что не получилось что-либо мне доставить. И площадка на Алиэкспресс. Там есть официальный магазин Ленинг. Причем, если вы зайдете на ленинг.ком и выберете раздел с баскетбольной обувью, то вас перебросит на Amazon, а вот раньше перебрасывал на официальный магазин на Алиэкспресс. А, есть еще сайт wayofway.com. Ну, там все очень быстро раскупают, и он какой-то странненький, честно говоря, этот сайт. Вообще же, я хотел немножко другую расцветку этих кроссовок. Выходила вот такая вот расцветка Liberty в честь Статуи Свободы. И она мне прям очень понравилась, и я решил, что несмотря на тонский ценник, я их себе приобрету. И я даже оформил на них заказ на Амазоне, ну и стал ждать, когда они доедут к форвардеру. Ну, не знаю, что на меня нашло, но на следующий день после того, как я оплатил wayofway 8 в расцветке Liberty, я решил проверить Алиэкспресс. Там этой расцветки не было, там в наличии была только вот эта расцветка. И еще одна черная с молниями, которая посвящена сыну Вейда. Кстати говоря, эта расцветка называется Cotton Candy, и она посвящена детству Вейда. Почти каждая модель выходила примерно в таком же Colorway. То есть, есть несколько расцветок, у которых есть название. И в этих расцветках, в разных вариациях, выходит почти каждая модель номерная от Ленинг. То есть, сходу Firstborn, это расцветка, посвященная сыну Вейда. Cotton Candy, его детству и детским мечтам. Liberty, статуи свободы, ну и там США и прочей их демократии. И Team No Sleep, это команде Вейда, которая его сопровождает, помогает и так далее. Но есть и другие, конечно же, расцветки, не будем на этом сейчас заострять внимание. Делаю небольшое отступление и скажу, что на Алиэкспресс Эдди Гроссовки стоит 17700 рублей. 17700 рублей за китайские ленинги. И скажите мне, кто в здравом уме за эти деньги будет покупать китайцев, когда топовые Nike и Jordan'ы стоят намного дешевле. Ну не прям намного, но вы уверены, что покупая Nike и Jordan'ы, вы в принципе получите отличные и крутые кроссовки. А здесь полу неизвестная для многих компания и ломит такой ценник. Мне такая логика непонятна. Ну ладно. Так вот, на тот момент на Алиэкспресс была какая-то распродажа, купоны, как обычно. И если все активировать, все собрать, то получалась нехилая скидка, по-моему, 4 или 4 500 на эти кроссовки. И я такой сижу и думаю, с одной стороны мне прям кайф расцветку Liberty, потому что она мне очень зашла. И хоть я ее оплатил уже, но мне до сих пор чуть-чуть душит жаба. Отдавать столько денег за ленинги. Короче, где-то полдня я ходил, метался, метался, метался. В итоге зашел на Амазон, отменил свой заказ и сделал заказ на Алиэкспрессе. Ну и выбирая между расцветками Cotton Candy и Firstborn, это мне понравилось намного больше. Кстати, а как вы скажете, как норма расцветка или так себе? И как бы вы поступили на моем месте, решили бы сэкономить 4 500 или заказали бы Liberty? Ну не Liberty, а та расцветка, которая вам больше нравилась. То есть я не могу сказать, что этот Colorway мне вообще не нравится. Он мне тоже нравится. И этот Colorway появился раньше, и когда его анонсировали, я такой в принципе, ммм, а он неплох, может их приобрести. Но на тот момент мне было ни скидки, нифига. И я такой 17 тысяч, я ребят подожду пока. Потом вышли Liberty, и я такой, офигеть, какие они крутые, я их хочу и пофиг на деньги. И тут обнаруживается, что можно сэкономить, и я такой, ммм, ну пожалуй я сэкономлю. Вот такая вот история. Так, сразу же задам интересующий меня вопрос, какие кроссовки вам больше нравятся? Четверочки или восьмерочки? Если отбросить стоимость и возможность покупки, то вот пришли вы в магазин, стоят они одинаково, какие бы вы приобрели. Так, ну и подводя итоги, получается, что теперь у меня в коллекции есть почти все вейды от компании Lening, которые вышли на данный момент, кроме шестых вейдов. Как я уже говорил, я нашел пару китайских магазинов, где они продаются, но с просто конским ценником в 30-35 тысяч, и я не готов отдавать такие деньги за ленинги. Так что, ребят, если вам где-то попадутся шестые way of weight в размере 12 или 12,5 US, пожалуйста, не поленитесь и дайте мне об этом знать. Украду еще минуточку вашего внимания. Я ранее говорил о нашей группе в ВК, также под каждым видео в подписи вы можете найти ссылку на мой инстаграм. Мой аккаунт в инсте, в принципе, достаточно средний статистически. Там вы видите фотографии моей бритой башки в различных путешествиях, фотки моего котика, ну а, наверное, где-то процентов 75-80 занимают фотографии и видосики кроссовок из моей коллекции. В меру своих криворуких возможностей я стараюсь фоткать кроссовки достаточно красиво, там, эстетично, придумывать какие-то необычные кадры или снять как-нибудь видосик. Поэтому, если вам подобное интересно, то заходите, подписывайтесь, всем буду рад, всем стараюсь отвечать на комментарии и в директ, если пишете. И на этой рекламной ноте я с вами прощаюсь. С ночи-бучи!